Всем привет! Хотел сделать небольшой обзорчик манков. Манков называется Speak Graphic Oaks. Это мои манки по его производству. Какая особенность у манков, помимо того, что акриловый корпус и латунная доска, это как бы сейчас модно. Ну, потому что на самом деле, как бы, звук более глубокий, более такой характерный для гуся получается. Хотя вот с Биллом Дэниелсом недавно мы тут встречались, как бы, общались на эту тему. Он говорит, что он не любит тональные доски на латуне, что зачем быстрее выходит из строя, что могут разбираться там они как бы там и так далее. Но я вот своим там редбоном, например, возле 2012 года, он мне не разобрался ни разу, хотя там тоже латун. Хотя, как бы, ну, опять же, это мое личное мнение. Голос реально получается интереснее у манка, именно с тональной доской из металла. Ну и, как бы, характерная еще особенность какая именно у моих манков. У меня, помимо тональной доски латунной, которая, кстати, настраивается вручную у каждого манка, то есть пилится руками каждый манок, у меня вставка резонансная в горн тоже из латуни. Объясню, для чего это сделано, почему латунная доска не контактит просто с пластиком, да. Ну, вы понимаете, что разные материалы имеют разное свойство резонировать и, соответственно, передавать резонанс друг к другу. Ну, будем называть это пластмасса. То есть акрил – это тот же вид пластика, то есть, да. Тональная доска у вас латунь, и она прилегает только частью поверхности к пластмассовому горну, да. То есть охват у вас происходит только одной части. Соответственно, резонанс передается с тональной доски только вот в этом месте. Пластик, как вы знаете, любой, в принципе, пластик – это материал, который хуже резонирует, нежели металлы, да. Что я сделал? Изготавливается тональная вставка по всему диаметру и, собственно, выходит за горн, ой, за тоналку. При этом получается, что металл контактирует именно с тональной доской металла, тональной доски латунной контактирует вставка тональная. И, соответственно, резонанс передается полностью с тональной доски на втулку сначала, резонансную, да, на латунную втулку. И уже по всему диаметру манка передается уже с латунной вот этой вот резонансной вставки, передается на атриловый корпус манка уже. Соответственно, более сочный голос получается у манка, более естественный, более натуральный. Теперь, что касается игры на манке и игры самого манка, почему тональная доска, ну, кто бы что ни говорил, там, да, в основном тоналка все равно пилит на ЧПУшке и сразу вставляют, и, собственно, манок пошел в продажу. Я тоже, естественно, на станке делаю, я не говорю, что я там точу каждую доску напильником сижу. Заготовка, болванка делается на станке. Это не секрет, и я этого не скрываю, да, как некоторые производители. Но, если вы вытачиваете, то есть, ну, реально, реально, там, вот, есть там в сленге американском при настройке манка, там, подрезка и зыскатом на толщину, там, волоса, там, и так далее, да, то есть, на самом деле, здесь вот достаточно шортнуть напильником одеться. Один раз неправильно, и звука в манка уже не будет, вот, поэтому вот чуть пильнул, ставил, собрал, причем узел собирается до конца и собирается на 100%. Нельзя настроить манок, пиля доску и собирает, там, вот чуть-чуть ставил, поиграл, да, то есть, собирается полностью манок, полностью настраивается, если не идет звук, опять разбирается, опять пилится, опять настраивается, и так до того момента, пока манок не заиграет так, как я хочу. Что дает у нас такая настройка, да, настройка и подгонка вручную, тоналки, язычку, дает очень легкую игру на нем. То есть, вот, буквально, вы только-только начинаете дуть, да, то есть, вот, я не напрягаюсь абсолютно, да, это, опять же, что нам дает на охоте? Вы не устаете играть, то есть, манки с тугим продувом, все равно, рано или поздно, там, 2-3 часа, день, 2 дня, 3, вы на охоте играете, счетки реально обвисают, как бы, ну, я думаю, манки у всех есть, гусиные, как бы, можете сравнить даже, что все манки имеют определенный свой продукт, да. Мои манки имеют именно очень легкое получение звука, воздушный поток только-только подается в манок, он уже страгивает сразу язычок, то есть, играть на нем очень легко. Вот я сейчас, как бы, поиграю, да, можете сразу посмотреть, что я вообще без каких-либо усилий, то есть, играю, ну, в сравнении, допустим, с Натаном Райтом, да, великолепные манки, там, Redbon, да, ну, посмотрите на его ролики, как он рычит в манок, да, чтобы заиграл Redbon, там, дал то, что он может дать. Ну, вот, я не добиваюсь этого, чтобы там манок был похож на манок, там, Redbon, или, там, Райтер, так, там, холстом, да, у меня свой манок, он звучит по-своему, и, собственно говоря, у меня, опять же, свое понимание правильности изучения манка. Но, что должно быть в манке, опять же, это лично мое мнение, да, манок должен очень легко управляться, очень легко получать, давать возможность звуки, но и при этом не залипать, там, не виснуть, не разбираться, там, и так далее. Вот, ну, начально вам должно быть очень комфортно работать на таком манке. Ну, вот, допустим, те же самые, там, клакинки, коротенькие изучки там разные, да, которые мы играем, когда, там, гусь над нами. То есть, очень легкая игра, там, одной рукой, левой, правой, без разницы. Играется очень легко, да, йоды те же самые, вообще не надо, вот, ву, ву, там, с напрягом каким-то, очень легенький выдох, да. Вот, ну, это, собственно говоря, вот, нюансы и тонкости, которые я хотел рассказать по этому маночку. Если будет желание, я укажу внизу под видео почту, куда можно написать, задать вопросы, ну, и, собственно, как приобрести такие манки. Все, всем привет, ни пуха ни пера, с вами был Игорь Граф.